Александр Крутеев преподает классическую гитару в музыкальной школе. Четыре дня в неделю, две с половиной ставки. В остальное время вынужден подрабатывать, ремонтирует ксероксы. На вопрос почему, ответ простая арифметика. Ставка в школе сейчас у нас 6000 рублей. Ее доплачивают до МРОТа. Получается 11 с копейками. Я просто про остальные копейки не говорю. Если я работаю на одну ставку, я получаю МРОТ. Если я работаю на две ставки, я получаю на 1000 рублей больше. Потому что, когда есть одна ставка, доплачивают до МРОТа. А когда две ставки, МРОТ уже есть, и он не доплачивает. Доплаты с 6 с небольшим тысяч до МРОТ – это так называемые стимулирующие выплаты. Но они, уверяют педагоги, ситуацию в целом не спасает. Суммы скачут, а выплачивают их нерегулярно. Причем никто не говорил, как это работает. Сколько денег поступает в школу, мы тоже представления не имеем. То есть нам дают какие-то куски. Когда они дадут? Когда это будет? Когда не будет? Никто не предупреждает. И причем это дается с таким пахосом, что нас же еще вроде как облагодетельствовали. Не надо мне давать премии, не надо мне давать стимулирующие. Вы у меня ставку поднимите. В этом году городская администрация впервые с 2013 года ставку подняла, но всего на 4 с небольшим процента. Чем лишь вызвала гнев преподавателей и обеспокоенность профсоюзов. Именно с этим требованием поднять базовую ставку с 6 с небольшим тысяч хотя бы до МРОТ планировали сегодня выйти педагоги на пикет. Пикет должен был пройти в Барнауле сегодня, вот здесь на площади свободы. Но работники доп. образования и профсоюзы все-таки решили, что главное не провести сам пикет, а добиться результата. И постановили дать городским властям еще немного времени. По словам Ларисы Зориной, главного профсоюзного работника от культуры, буквально на днях провели ряд совещаний с руководством городской администрации. Сообща решили базовую ставку оплаты труда поднять до МРОТ, используя при этом средства, которые сейчас идут на дополнительные и нерегулярные выплаты. Мы договорились о том, что сейчас Комитет по культуре и Комитет по финансам города Барнаула проведут некую, так сказать, ревизию бюджетных средств. Тех средств, которые как бы сейчас даются от случая к случаю, возможности их включения именно в фонд оплаты труда и приведения к стабильной системе. Все расчеты городские чиновники должны завершить до конца октября. По словам Зориной, профсоюзы настаивают, чтобы оплата труда выросла уже, начиная с 1 января следующего года. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.